Всем привет! Добро пожаловать на канал Natalie4U. Меня зовут Наташа. В сегодняшнем видео я вам покажу обновки в своем гардеробе. Это будут покупки одежды и обуви. Если вам такая тема интересна, то, конечно же, продолжайте смотреть. В основном у меня сегодня H&M и будет парочка находок с Алиэкспресс. Возможно, они вам тоже придутся по душе. Ну, давайте так сразу и начнем с Алиэкспресс. Я бы не сказала, что это совсем летние покупки. Это пижама, в принципе, это две пижамы, которые я купила, несмотря на то, что, как вы понимаете, мой рост далеко не соответствует китайским стандартам, я прошу прощения. И даже размер XL, который я себе заказала, еле-еле подходит на меня. Ну, то есть он достаточно свободно, но рукава короткие и брюки короткие. Но даже зная это, я заказала себе еще и вторую расцветку. Ну, потому что вот так мне захотелось в таком стиле и носить это дома, носить это на сон, так скажем. Ссылочки я, конечно же, оставлю. Если вы невысокая девушка, то вам обязательно это понравится. По моим ощущениям, метр шестьдесят, ну, максимум шестьдесят пять будет абсолютно идеальным ростом для того, чтобы носить эту пижаму. И она действительно будет очень-очень красиво смотреться. Потому что, посмотрите, как она круто выполнена, ни единого нарекания по исполнению нет. Это такой бледно-розовый, такой приглушенный розовый оттенок в горошек. Очень прикольно, очень красиво. И к ней же штанишки на резиночке, которые абсолютно не полнят. Манжеты проработанные, как вы видите, здесь дополнительной тканью прострочены. Очень все качественно и красиво и хорошо выполнено. Мне прям действительно от души нравится за ту цену, за которую они это предлагают. Ну, то есть, если я смотрела такие пижамы, даже из ненатуральных тканей, сшитые и продающиеся в каких-нибудь интернет-магазинах российских, то это минимум пять тысяч. Здесь же мы говорим про цену около тысяча двести примерно. Но вы понимаете разницу, да, для того, чтобы попробовать удобно-неудобно. Кто-то любит в таком спать, кто-то любит в таком по дому ходить. Рассветка однозначно выигрышная, красивая. Но очень жаль, что китайский XL даже не равняется моей М-ке. Но здесь ничего не поделаешь. Вторая пижама из того же магазина. По рассветке еще круче. Я не заказывала их вместе, я заказывала их друг за другом подряд. То есть, абсолютно сознанием того, как она будет на мне сидеть. Я заказывала эту, но не могла не заказать. Вот офигенную расцветку. И здесь тоже очень качественное исполнение, но немножко по-другому сделано. Потому что есть пояс и потому что, ну там черная отстрочка, например. Чуть-чуть она другая, но в принципе очень похожая. И штанишки тоже в таком же стиле на резиночке. Но мне кажется, что эти штанишки еще меньше. Не зря я сейчас процессом похудения своего занялась. Но посмотрите, это XL, друзья. Вот это вот XL. И мне, конечно, очень грустно, что в Китае такое XL. Это в обратную сторону от того, что вы дальше увидите из H&M, когда М-ка будет просто размером таким, что я влезу туда еще с кем-нибудь, таким же, как я. То здесь вот таким образом. Повторюсь, если вы размера S невысокого роста 55-60, может быть, максимум 1,65 метра, то и по длине брюк, и по длине рук вам все будет идеально выглядеть. И я покажу, как это выглядит на мне. Может быть, кому-то не понравится, но для дома мне такое вполне устраивает. С моим ростом вообще очень часто бывает сложно найти вот что-то, чтобы по длине там и так далее идеально село. А здесь такую пижаму, ну, разве что самой мне ее шить. Ну и теперь все. Летние покупки я вам показываю необычное для моего канала. Это купальники. И я просто, в принципе, конечно, не буду там особо на себя его примерять. Я хотела обратить ваше внимание на то, что купальники в H&M просто крутейшие за абсолютно доступные деньги. Я знаю, что кто-то заказывает там с Алиэкспресс или с каких-то китайских сайтов. Я здесь всегда к этому с опаской отношусь, потому что раз на раз не приходится. И даже с Asos я заказывала, и мне пришло что-то больше, что-то меньше. Ну, как бы в H&M я всегда точно уверена в размерах. В Asos мне пришлось отправлять обратно. Это все жутко неудобно. В H&M, если вдруг вы не знаете, то можно заказать онлайн, потом вернуть офлайн. И также в офлайн магазинах очень большое количество купальников представлено. Я, кстати, не знаю купальники. Ну, если я на Asos их возвращала, то значит это возвратный продукт. Потому что нижнее белье, насколько я помню, возвращать нельзя. И они сразу об этом предупреждают. Но купальники, наверное, другая история. Не знаю, если вдруг вы достоверно об этом знаете, в Российской Федерации именно подскажите. Пожалуйста, напишите внизу в комментариях, является ли возвратным товаром купальник. Купальники я все-таки предпочитаю не онлайн заказывать. Эти я тоже покупала офлайн. Это первый купальник модного такого в этом сезоне оттенка. И трусики здесь очень-очень красивые. Бикини сделаны красиво, сидят на фигуре. Это белый купальник, тоже с высоким вырезом на бедрах. Мне такие вырезы подходят. И оформленная чашкой. Слитный купальник мне очень-очень нравится. И вообще, собственно говоря, ну, наверное, так. Моя традиция каждый год покупать себе белый купальник. Они быстро выходят из строя, но, на мой взгляд, ничто так красиво не смотрится, как белый купальник. Это действительно вне времени, вне моды, вне сезонов. Понятно, что какой-то очень такой фасон можно подходящий под сезон выбирать. Но, тем не менее, действительно, белый купальник это всегда выигрышно. Конкретно для меня, возможно, для вас тоже. Вот такие два купальника добавились ко мне. Я разбавлю немножко H&M другим производителям. Смотрите, демонстрирую на себе, как выглядит это платье от Lime. Просто шикарное. Я его уже показывала в своем гардеробе минимальном, состоящем из 10 вещей. И оно замечательно миксуется со всем чем угодно. Оно очень универсальное. Это платье в таком бельевом стиле, я бы сказала. Платье комбинация. Обыграно а-ля платье комбинация. И смотрится действительно очень выигрышно. Оттенок мой, фасон мой, все подходящее конкретно под меня и нравящееся именно мне. Интересные детали. Это дополнительная такая ленточка, которая завязывается вокруг шеи и тоже красиво дополнительно украшает. Но это, наверное, в связи с модой в этом сезоне на дополнительные ленточки на изделиях. Итак, это действительно хорошее платье. Единственным его недостатком является то, что оно мнется просто как сумасшедшее. Но я даже с этим готова мириться. Это стопроцентный леоцел в составе. Поэтому, конечно же, оно мнется. Но в остальных всех своих позициях, вот вы видите, даже вот просто в шкафу вися, оно успевает помяться. Его нужно разглаживать каждый раз перед тем, как одевать. Но в целом оно выглядит просто великолепно. Мне очень нравится. И я с удовольствием его ношу. Если появится такое же платье, только не мнущиеся, я буду просто самым счастливым человеком. Достаточно давно заказанный и лежали, ждали своего часа рубашки из H&M. Одна в таком бежевом, бежевом кремовом цвете. И я могу сказать, что это стопроцентный хлопок. Но он очень-очень тонкий такой, летний действительно хлопок, полупрозрачный. Кому-то это понравится, кому-то нет. Но мне действительно понравилось. Потому что этим самым она является такой нежесткой, с возможностью ей поиграть. То есть как-то завязывать, перевязывать более легко, чем это делается с такими плотными рубашками. И настроение у нее немножко другое. У плотной рубашки может быть настроение более официальное. То эта рубашка как раз-таки у нас такая более расслабленная, более, не знаю, пляжного, морского какого-то вида. И мне очень нравится. У меня размер M, но на мой взгляд это полноценная L. И вообще H&M этим очень грешит. Вы увидите, что те вещи, которые я вам покажу, очень сильно увеличены в размерах. К сожалению, это так. Я уже об этом упоминала. И даже то, что мне приходилось платье от H&M покупать в размере XS. Хотя ношу я M. Итак, красивая рубашка. Здесь один карман и это хлопок. Хорошие составы. Вы в разных цветах их можете найти. Даже если вдруг они все раскуплены. Подпишитесь на размер. Именно таким образом я застала эту рубашку и следующую рубашку. Их не было в наличии. Я подписалась на размер. Мне пришло уведомление о том, что они есть. Я быстренько пошла, положила себе в корзину. Заказала онлайн доставку от 2000 рублей в H&M. Она бесплатная на почту России. Поэтому никаких проблем нет. И да, возврат можно делать оффлайн. Я об этом уже упоминала. И как раз следующая рубашка. Она такая более плотная. Потому что это стопроцентный лен. Но она тоже не толстая. Красивого фисташкового, светло-фисташкового. Очень такой серо-фисташковый оттенок. Я бы сказала, очень красивый оттенок. Очень красиво смотрится. Здесь уже немножко чуть-чуть по-другому она в фасоне. Но в общем и целом они очень похожи. Чем мне нравятся конкретно рубашки в H&M, тем, что там их можно по достаточно бюджетной цене купить, но хорошего качества. И если вы тоже думаете о том, что отдать там, я не знаю, 5, 10, 15 тысяч за льняную рубашку это дороговато. То сходите в H&M и посмотрите. Там можно всегда за бюджетную цену 100% лен купить, который будет хорошего, нормального качества. Смотрите, какой красивый топ в модной такой расцветке. Но даже я бы сказала, на камере она выглядит несколько ярче, чем есть на самом деле. На самом деле это такой приглушенный сиреневый цвет. Очень-очень красивый. Я жалею опять-таки, что скорее всего надо было заказывать в размере S. Но в размере M он на мне так вот чуть-чуть свободновато выглядит. Мне не хочется, чтобы он выглядел по-другому. Поэтому я его себе оставляю. Этот заказ буквально получила сегодня и сразу вам показываю. Такого мягкого, расслабленного формата. Он не твердый, как у меня есть некоторые другие топы из H&M. Он именно мягкий, расслабленный. Здесь 82% леоцело в составе. В принципе, хорошее качество. Вязка нормальная сделана. Укороченный топ и такой красивый квадратный вырез. Все супер по-летнему. И под пиджаки, и как самостоятельно будет очень-очень хорошо. Ну, дошли наконец-таки до той вещи, которую я сейчас буду ругать. На самом деле ругать платье я не хотела бы, потому что сам сарафан сделан очень прикольно. Но я, конечно же, купила размер M, свой стандартный размер, не подумав о том, что H&M в некоторых моделях M шьет как XXL. Это платье точно поместится на двух меня. Вот спокойно. Мне нужно было брать точно XS. Меньшего нет. Может быть, даже меньший размер был бы на меня хорош. Я очень сильно удивлена. Сейчас в размере XS его уже нет. Поэтому это однозначно уйдет назад, на возврат. А у меня, возможно, появится или не появится, в зависимости от наличия данных платьев в будущем. Такое же еще. Цвет очень красивый, модный. Фуксиевый оттенок. Здесь модные рюшки. Но, конечно же, проблемы с их разглаживанием. Может и хорошо, что у меня его не будет. Это платье, если вы хотите посмотреть, оно стоит около 1600 или 1700 рублей. Оно из стопроцентного хлопка. Но при этом такого очень-очень прикольно выглядящее. И длиной оно мне сейчас чуть-чуть выше колена. То есть и длина не короткая, и фасон, в принципе, симпатичный. Но очень жаль, что оно оказалось такого огромного размера. Еще одно платье, купленное на этот раз под влиянием ТикТока, наверное. Я увидела у одной девушки-блогера в ТикТоке это платье. И мне сразу захотелось его купить. Здесь в составе, кстати, по-моему, стопроцентный хлопок, насколько я помню. Нет. 45 хлопка и 55 льна. Но при этом оно такое тоненькое, легкое. Однозначно подойдет на лето. Да, в общем и целом платье неплохое. И я пока что размышляю о том, вернуть его или оставить. Кстати, здесь у меня размер С. И он мне абсолютно хорош. Мне большего и не надо. Но при этом, да, по расцветке оно также очень похоже на ту рубашку, которую я вам показывала. Но при этом, что мне здесь грустно, наверное, вот это само оформление верха, мне такое не очень подходит. И фасон в целом, и немножко еще рукава. У него такие, знаете, три четверти. Мне это не всегда нравится, потому что, ну, может возникнуть мысль, что это не производитель так задумал. А это на мне оно так коротко выглядит, потому что на людях более низкого роста и, так скажем, другой комплекции оно будет выглядеть полноразмерным рукавом. Вот эти все вещи меня смущают, поэтому жду ваших рекомендаций тоже и ваших комментариев внизу под видео. Само платье по себе недорогое. И если, не знаю, вот такая хрупкая, невысокая девушка, то вам оно однозначно подойдет по фасону, потому что оно как-то подчеркивает вот это все. И мне кажется, что мне чуть-чуть фасон не очень. Следующее платье я сейчас демонстрирую прямо на себе. Оно пришло в огромном размере. Это М-ка. Но вот посмотрите вот сюда. Вот так еще спокойно влезет. Я понимаю, что оно должно быть свободным. Я абсолютно это осознаю. Но я точно так же понимаю, что мне хочется, чтобы оно было на размер меньше. И я уже заказала его на размер меньше, потому что это я просто пойду и сдам. А на размер меньше я оставлю себе абсолютно модное, шикарное, клевое платье. Мне оно очень понравилось. И вот даже в любую, любую погоду в нем ходить на улицу. Это такое платье-жилетка с разрезом по бокам. Не знаю, что-то такое, что мне сейчас очень-очень хорошо ложится на душу. И действительно кажется очень клевым. Нравится, какой здесь воротник. Я, в принципе, вам рассказывала про это платье. Если вы смотрели мое видео-обзор с платьями из H&M, я там подчеркивала, что оно очень круто выглядит. И оно действительно в жизни выглядит точно так же круто. Может быть на какие-то чуть более прохладные, хотя тут открыты руки. Но оно такое стилевое. Возможно, вы скажете, что меня кидает из крайности в крайности. Наверное, будете правы. Но я достаточно, не знаю, разносторонней, что ли, как это сказать. Не хочется однобоким быть в плане одежды. Хочется ее какой-то разнообразной. Смотрите, что появилось в моем гардеробе. Да, лето, море, отдых, пляж с любыми шлепками, с любыми эспадрильями. Или даже на прогулке по Москве. Но какие-то не обязывающие. В какой-нибудь парк или куда-то еще. Тоже, опять-таки, с плоским ходом. С какой-нибудь, например, рубашкой льняной. И той же, вот такой вот, да, расслабленной рубашкой, завязанной на узел и топиком. С отсутствием, ну, какого-либо намека, так скажем, на сексуальность. Юбка идеально скроена. Вообще просто супер понравилась. Там была такая белая и синяя, такая джинсовая. Я очень сильно сомневалась, какую же из них мне нужно выбрать. Потому что мне нравились обе. Здесь необработанный край. Она простая, но при этом очень классная. Мне вообще великолепно понравилась. И с превеликим удовольствием буду ее носить. Здесь размер 38. В H&M 38 размер попадает мне прям в размер идеально. Без каких-либо там допусков, припусков и так далее. Поэтому, да, вот здесь все нормально бывает. Джинсы, юбки там джинсовые и так далее. В H&M 38 все хорошо, равно как и в Zara. А вот платье почему-то M у них это какой-то космический размер. Ну что, на этом я буду заканчивать свое видео. Спасибо большое, что вы его посмотрели. Не забывайте, что ваши лайки и ваши комментарии очень сильно помогают развитию и продвижению моего канала. Так что давайте встретимся внизу и, конечно же, поболтаем, что нового у вас появилось в гардеробе. Или какой из образов вам понравился больше, меньше. С удовольствием почитаю ваши комментарии. Всем пока-пока и встретимся совсем скоро. Спасибо.